Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я, Мария Кухтая. Вы смотрите рубрику «Пульс рынка» с Марией Кухтой. Свежий обзор для вас с торговыми идеями на предстающую торговую неделю. Ребят, я напомню, что данное видео выйдет на моем YouTube-канале «Мария Кухта Трейдер» сегодня, в субботу, 29 июля, и на YouTube-канале компания «Маркетс» продублируется в понедельник, 31 июля. Так, ребят, три блока сегодня у нас будет, как всегда. Первый блок – это свежие торговые рекомендации по основным финансовым инструментам, и я сегодня бы хотела выделить инструменты из валютного рынка и фондовый индекс некоторый. Это первый блок обзора. Второй блок сегодняшнего обзора – это мы посмотрим, как отработались мои предыдущие торговые публичные рекомендации. Я покажу, как у нас замечательно выросла нефть. Я вам рекомендовала покупать нефть. Рекомендовала покупать валютную пару USDCAD и другие еще инструменты. Посмотрим. Это будет второй блок сегодняшнего обзора. И третий блок – это, как всегда, покажу вам работу, работу в ВИП-канале, в своем закрытом телеграм-канале «Мария Кухта» за прошлую торговую неделю. Какие торговые еще сигналы дополнительные получали подписчики моего закрытого телеграм-канала? Какие от меня были торговые рекомендации? Как я их потом сопровождала? Все это я вам покажу уже в третьем блоке сегодняшнего обзора. Ну что ж, давайте начинать. И начнем мы с торговых идей, с торговых рекомендаций для вас на предстоящую неделю торговую. Ребят, начиная с валютного рынка и индекс доллара. По индексу доллара у нас замечательная ланговая тенденция образовалась. Локальная ланговая тенденция, которая, в принципе, сейчас подтверждается и которая дает возможность дальше работать на покупочку по дикси. Поэтому моя торговая рекомендация для вас. Открываем ланги по индексу доллара выше минимума пятницы в районе 101.36. Это минимум коррекционной дневочки, который у нас подтвердил ланговое перекрытие, которое произошло в четверг, 27 июля по дикси. Здесь есть ланговый паттерн, неплохой ланговый паттерн. Я думаю, что от этой торговой формации мы увидим дальше продолжение, продолжение как минимум краткосрочной локальной восходящей тенденции. Да, тенденция недлительная, тенденция длится всего 2 торговых недели, тенденция, скорее всего, коррекционная, но, тем не менее, это дает возможность дальше покупать индекс доллара в силу наличия локального лангового паттерна против шортового тренда, но в сторону ланговой формации, в сторону ланговой локальной тенденции рекомендую торговать индекс доллара. Как я уже сказала, локальная поддержка у нас 101.36, минимум пятница, и есть еще следующая ценовая зона поддержки 101. Обращайте внимание, это для того, если инструмент у нас решит еще добирать торговые позиции в рамках перекрытия. И это возможно, потому что рынок может как с текущих уходить, так еще добирать торговую позицию. Мои ученики понимают, о чем я говорю, что такое донобор торговой позиции, почему на самом деле важно поставить правильный стоп-лосс, и так дальше вот эти все моменты, ребят, я рассматриваю на курсах обучения. Сейчас я могу сказать, что либо с текущих, либо еще от коррекции в рамках перекрытия, которое произошло 27 июля, у нас индекс доллара смотрится наверх. Перспектива для роста, как я уже сказала, как минимум краткосрочная, но сцелено пробитие максимума в прошлой торговой неделе в районе 102 и выше. Следующий интересный инструмент – валютная пара евро-доллар. Это еще один торговый инструмент из блока валютного рынка, торговая идея для вас, ребят. Я вам рекомендую продолжать шортить евро. Почему продолжать? Потому что на самом деле торговую рекомендацию от меня на продажу евро-доллара вы получили еще ранее. Я имею в виду своих подписчиков, своих открытых ресурсов, то есть те ребята, которые подписаны на мои открытые торговые ресурсы. Вы знаете, что в среду еще до выхода решения по процентной ставке ФРС я вам рекомендовала работать на укрепление американского доллара по отношению к валютной паре евро. В валюте, вернее, евро, то есть шортить валютную пару евро-доллар. Вот это видео мы сейчас с вами посмотрим. Значит, торговые идеи – use the cut, use the chief и анализ Форекс. Здесь есть евро-доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар на продажу. И это видео, ссылочку на это видео я продублировала для своих подписчиков открытого телеграм-канала «Мария Кухта Трейдер». А вот 26 июля, значит, это 19.21, это GMT плюс 3 время, вы получили от меня этот обзор. И спокойно могли открыть продажу по валютной паре евро-доллар. И еще, ребят, гораздо ранее, еще ранее, потому что, смотрите, у нас 26 июля среда. Я рекомендовала шортить евро ниже максимума среды евро, не 1.11.10, ну, там чуть ниже в моменте мы были. Но, тем не менее, я говорила о том, что направление по евро шортовое, ищем шорты, можно работать на продажу. И, смотрите, какая отработка у нас по евро-доллару произошла уже в четверг, 27 июля. Что дальше? А сейчас мы уже отрабатываем мою предыдущую торговую рекомендацию, но, тем не менее, подтверждаем дальнейшие шорты. То есть, сейчас у нас есть локальная шортовая формация по евро-доллару, которая действительно говорит о том, что евро собирается дальше двигаться вниз. Ниже максимума пятницы в районе 1.10.47, откатная ценовая зона сопротивления, которая усиленная зеркалом. Пятница – это внутренняя дневка в рамках пролива от четверга, 27 июля. И это значит, что шорты в силе, направление шортовое. Да и, в принципе, можно работать в шорт, пробовать открывать шорты по евро ниже максимума пятницы. Либо же какая-то еще, как и по дикси, у нас будет еще ситуация с донабором торговой позиции в рамках шортового импульса от 27 июля. Но, тем не менее, шорты себя подтверждают, шорты себя довольно уверенно здесь сформировали. И медведи себя хорошо чувствуют по евро-доллару, по крайней мере, в рамках локальной, краткосрочной, ну, возможно, коррекционной тенденции. Да, потому что все-таки основная тенденция по евро у нас среднесрочная, восходящая. Но, тем не менее, это не мешает нам работать, по крайней мере, спекулятивно в шорт по евро и на этом зарабатывать. Поэтому еще раз, кто подписан на мои публичные ресурсы индивидуальные, вы уже видели, что я еще в среду 26 июля шортила, вернее, рекомендовала вам шортить евро. Сейчас же, сейчас же я рекомендую дальше продолжать работать на снижение. Если вы еще не открывали шорты, можете это делать, потому что евро у нас продолжает смотреться в шорт. Так, ребят, еще фунт хочу рассмотреть. Фунт-доллар, еще одна интересная валютная пара, которая тоже показывает шорты, на ослабление фунта по отношению к американскому доллару. Фунт-доллар у нас образовал и подтвердил наличие откатной зоны сопротивления в районе 1,2960, ценовая зона сопротивления, коррекционные максимумы, которые произошли после защитного шортового движения. То есть защитное шортовое движение по фунт-доллар началось с середины июля, после чего коррекция до сопротивления 1,2960, есть импульс вниз в виде перекрытия шортового реакции на эту ценовую зону сопротивления, и пятница – это внутренняя дневочка. Поэтому шорты по фунту актуальны, работаем в шорт по фунт-доллару, ниже максимума пятницы 1,2885 ценовая зона сопротивления, либо с текущих будем уходить в шорт, либо еще как-то будем тестить и этот максимум пятницы, но, тем не менее, защита сейчас локальная, и это перекрытие, которое было в четверг 27 июля в комплексе. Вот эта вся картинка, которую проанализировала, дает возможность дальше видеть шорты по фунту, с целью на пробитие минимума в прошлой торговой неделе в районе 1,2760 и ниже. Пока. Точно так же, как и по евро, спекулятивные шорты там дальше будем смотреть. В любом случае, ребят, подписывайтесь на мои индивидуальные ресурсы, открытый телеграм-канал Мария Кухта Трейдер, ютуб-канал Мария Кухта Трейдер. Я, если что-то изменится, буду вас информировать об этом, но в любом случае, если вы желаете получать от меня всегда актуальные торговые идеи, всегда актуальные торговые рекомендации по основным финансовым инструментам, то вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Вип Мария Кухта, и там уже я ежедневно делаю апдейты по всем инструментам, на которые я обращаю ваше внимание, я имею в виду внимания своих подписчиков, потому что не все инструменты не всегда формируют какие-то хорошие торговые ситуации, это нужно понимать. Когда ситуация у нас сформирована, когда ситуация у нас понятна, я об этом пишу в своем закрытом телеграм-канале, и подписчики получают от меня соответствующую информацию. Поэтому фунт-доллар сейчас шарты, спекулятивно, а дальше будем смотреть. Если сделаем перекрытие лонговой в виде самодостаточного лонгового паттерна, тогда у нас будут дальше продолжаться лонги, и будет продолжаться основная среднесрочная восходящая тенденция, присутствующая по фунт-доллару у нас за последние торговые месяцы, и тогда уже картинка будет меняться. Но сейчас локально, короткосрочно продаем данную валютную пару. Так, по валютному рынку, ребят, все. Ну, также скажу, что дополнительные торговые идеи по валютному рынку вы от меня получили, как я уже сказала ранее, в среду, 26 июля. Смотрите, торговые идеи use the cut, use the chief, а плюс анализ форекс. Я там проанализировала евро-доллар, проанализировала валютную пару еще, австралийский доллар, новозландский доллар. И все эти инструменты я вам рекомендовала шортить, поэтому на самом деле отлично шорты себя отработали. Допустим, по австралийцу еще в закрытом канале давал торговый сигнал. Я вам это уже покажу в третьем сегодняшнем блоке, вы увидите. Но, тем не менее, отлично эти идеи сработали. Сегодня я вам рекомендую лонговать индекс доллара, продолжать лонговать, шортить валютную пару евро-доллар и шортить валютную пару пункт-доллар. А теперь давайте посмотрим по фондовым индексам, ребят. На самом деле по фондовым индексам я бы хотела обратить внимание на два индекса. Это NASDAQ и фондовый индекс Nikkei. Давайте с Nikkei начнем. Так, Nikkei. Что у нас интересно по данному инструменту? А у нас здесь рисуется, да, уже и отрабатывается, я бы сказала, локально, лонговая формация. Ребят, еще раз. Если вы желаете получать торговый сигнал, торговые идеи от меня вовремя, по хорошим ценам, по торговым формациям, которые только-только сформировались, в таком случае подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал Вип Мария Кухта, и все это вы будете получать сразу же, как только появится торговая формация. Почему? Потому что, допустим, сейчас, да, я уже записываю обзор, у нас Nikkei уже отрабатывает торговый сигнал, который я давала подписчикам закрытого канала. Вот сейчас я буду рекомендовать среднесрочно покупать данный инструмент с целью на перехай, но в закрытом канале мы уже сидим в лонгах, давайте посмотрим этот сигнал. Посмотрите, 28 июля, это пятница, вчера, значит, Nikkei, сигнал, лонг, куда ставится, топ написала. Посмотрите торговую картинку, которая на тот момент у нас присутствовала по данному инструменту, и посмотрите, какую перспективу для роста я озвучила на обновление. Максимум, ну, в принципе, до первых максимумов, и с целью на пробитие этой ценовой зоны. Поэтому уже мы в закрытом канале сидим в лонгах, уже на этом зарабатываем. Сейчас цена уже находится выше по сравнению и с моим торговым сигналом закрытого канала, но тем не менее. Я вам рекомендую дальше продолжать покупать фондовый индекс Nikkei. Почему? Потому что у нас здесь как и была, так и дальше есть лонговая формация, которая уже частично себя отработала локально в пятницу, но тем не менее перспектива для роста отличная сохраняется. Nikkei, лонги, а выше поддержки 32.265 с целью на пробитие сопротивления конституционного в районе 33.800 и выше. Максимум, который мы с вами видели в июле и июне, это локальные ценовые максимумы, которые образовались на графике данного инструмента. И я думаю, что эти максимумы будем пробивать в силу того, что сейчас паттерн у нас показывает завершение. Локальный лонговый паттерн показывает завершение предыдущего снижения. Говорит о том, что вот это снижение – это коррекция. Коррекция на чем? На тренде, на защитном лонговом импульсе. И, соответственно, вся эта информация – это перспектива для дальнейшего, ну, по крайней мере, роста до первой зоны сопротивления. А там посмотрим. Поэтому 33.850 – это первая цель у Nikkei. Пробиваем эту ценовую зону, дальше уходим в сторону тенденции. Да, в принципе, я думаю, что есть все шансы для того, чтобы увидеть перехай. По данному инструменту, в силу того, что от коррекции, если это была действительно коррекция, а сейчас, скорее всего, это так и подтверждается, в силу наличия лонгового паттерна локального. В таком случае инструмент должен сделать перехай и должен дальше уйти в сторону основной тенденции, которая по данному инструменту у нас лонговая. Поэтому свою позицию озвучила. Торговую идею вы получили либо с текущих, либо еще будем добирать торговую позицию в рамках, ну, как минимум, тела импульса, которое произошло у нас в пятницу, 28 июля. Вы это должны понимать. Как инструмент еще добирает торговую позицию, как инструмент еще может дышать в рамках какого-то импульсного защитного, либо перекрывающего движения. Все эти моменты я подробно рассказываю, ребят, на курсах обучения. Кому интересно, обращайтесь в личку, все мои контакты есть под видео. Идею по Nikkei и свое мнение я озвучила. И давайте мы с вами еще посмотрим на ZDAQ. Ребят, что по ZDAQ? По ZDAQ я вам рекомендую тоже покупать, торговать инструмент в лонг. Высшая откатная консультационная зона поддержки 15-423. Ценовая зона, за которую у нас была борьба неоднократно, то есть несколько дневочек проконсоризировались выше этой ценовой зоны. Есть отличная реакция наверх по ZDAQ в пятницу, 28 июля. Также, как и по Nikkei, хочу сказать, что в закрытом канале мы уже заработали в пятницу на покупочке данного фондового индекса. Сейчас посмотрим. Смотрите, торговая идея. NASDAQ, лонг с текущих, выше откатного уровня поддержки 16-425 с целью на перехай. Вот где у нас торговался инструмент, когда я посоветовала в закрытом канале ВИП-Мария Кухта лонговать данный индекс. И сами видите, как мы замечательно отработались в пятницу, то есть мы локально уже выросли. И дальше продолжаем смотреться наверх, поэтому вам я тоже рекомендую продолжать работать в лонг по фондовому индексу NASDAQ 100 с целью на пробитие максимум предыдущих в районе 15-915 и выше. Пробиваем эту ценовую зону, дальше уходим наверх в сторону тенденции, в сторону защитного лонгового импульса и в сторону локального лонгового паттерна, который у нас образовался хоть и на максимумах тренда, но тем не менее паттерн сильный, паттерн подтвержденный и паттерн позволяет дальше увидеть продолжение обычаи и тенденции по данному инструменту. Ну что ж, ребят, торговые идеи вы получили. Сами видите, что в закрытом канале я еще ранее рекомендовала работать как по фондовым индексам на покупку еще в пятницу по NASDAQ и по Nikkei, так и по валютным инструментам. Открыто, да, я вам публично рекомендовала своим подписчикам работать на продажу по евро-доллару, по австралийскому доллару, по новозеландскому доллару еще в среду, 26 июля, еще до выхода решения по процентной ставке. И еще до всех новостей, которые у нас были после, это ЕЦБ в четверг, да, в принципе, не повлияло никак, не повлиял новостной фон на торговый картинг по инструментам. Почему? Потому что все это можно было прочитать еще ранее. Рынок сам показывает информацию, ее просто нужно уметь увидеть и уметь ею воспользоваться. Поэтому я помогаю вам увидеть эту информацию, если желаете присоединиться ко мне, вы можете подписаться на мой закрытый телеграм-канал Вибмария Кухта и всегда быть в курсе основных как изменений, так и апдейтов, так и основных направлений и точек входа по финансовым инструментам. Я напомню, что я анализирую как валютный рынок, так и криптовалютный рынок, фондовый рынок, фондовые индексы, металлы, товарно-серийный рынок, ребят, все рынки анализирую с позиции своей авторской торговой стратегии и защитный трейдинг. Видите мое понимание рынка, видите мою отработку тех торговых идей, которые отбираю я для вас как публично, так и в закрытом канале. Если желаете научиться, если желаете понять логику моего анализа, моего хода мысли, вы можете записаться ко мне на индивидуальный курс обучения, а в конце сегодняшнего обзора чуть подробнее расскажу об обучении. Ну что ж, ребят, торговые идеи вы получили, с первым блоком мы с вами закончили, давайте переходить к второму блоку сегодняшнего обзора и смотреть, как же предстоит у нас текущая картинка по тем торговым идеям, которые вы получали от меня еще на прошлой торговой неделе. И первый инструмент, с которого мы с вами начнем, ребят, это нефть. Нефть марки Brent, ну просто шикарный рост. Шикарный рост, несмотря на то, что так же, как и сегодня у нас по NASDAQ и по Nikkei, да, по нефти мы в закрытом канале еще ранее покупали. Здесь у нас еще был торговый паттерн, сформировался самодостаточный, который позволил открыть покупочки по нефти еще ранее. Вам же я посоветовала открывать покупки после закрытия пятницы, 21 июля, то есть вот у нас понедельник открывается. Если вы открыли ланги по моей публичной, ребят, торговой рекомендации, давайте посмотрим это видео. Видео есть и было все это время в свободном доступе на моем ютуб-канале Мария Кухта Трейдер. Вот вы можете видеть название, если вы еще не подписались, подписывайтесь. Торговые идеи Brent, USDK, DAX и натуральный газ. Торговые идеи, которые вы от меня получили на прошлых выходных. Значит, это же видео я продублировала для своих подписчиков открытого телеграм-канала, то есть сразу же, если вы подписаны на мои открытые ресурсы, в телеграм-канале, в фейсбуке, Мария Кухта Капитал страница и Мария Кухта Трейдер, группа моя. Вы также могли видеть эти торговые рекомендации, публичные, и ими воспользоваться. И нефть, нефть просто шикарно отработала ланги. Понедельник, покупочка 24 июля. И посмотрите, фактически безоткатно всю предыдущую торговую неделю нефть у нас росла и отрабатывала мою публичную торговую рекомендацию в лонгах. Отличный рост, как публичный, так и в закрытом канале, ребят. Я еще ранее, в закрытом канале, еще 19 июля рекомендовала покупать нефть. Я все это вам показывала еще на прошлом обзоре. И торговый сигнал, и свое сопровождение по нефти. А также я регулярно свою работу из закрытого канала дублирую в открытый канал. То есть вы видите, как я работаю в закрытом канале. Как я сопровождаю торговые позиции, как я рекомендую частично фиксироваться и так дальше. Но тем не менее, нефть, покупочка, покупка еще раз была для вас рекомендована по моему, одному из моих торговых паттернов, по моей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. И покупка себя просто шикарно отработала. Поэтому, если вы воспользовались моей рекомендацией, если вы покупали нефть, вы уже сейчас в замечательном профите. Я рекомендую с понедельника фиксировать частичную позицию, потому что инструмент уже локально отработался, дальше смотрится наверх. Но, тем не менее, рынок уже дал заработать на покупке, рынок уже неплохо отработал торговую информацию. Поэтому можете зафиксировать частично, стоп-лот перевести в безубыток и дальше удерживать покупочки по нефти марки Brent. Used to cut. Ребят, как бы это парадоксально не звучало, даже был комментарий в Маркетс о том, что покупка used to cut и покупка нефти, ну, как бы казалось, если нефть лонгова, used to cut, соответственно, учитывая этот момент корреляции, а также учитывая еще некоторые фундаментальные предпосылки, used to cut, возможно, должен был бы пойти на продажу, то есть вниз. Но нет. Я вам публично в этом же видео, ребята, рекомендовала, вот, Brent used to cut, DAX, not gas. Посмотрите видео, если еще не смотрели. Публичная рекомендация на покупочку валютной пары used to cut. Давайте смотреть, значит, где у нас пятница. Смотрите, пятница закрывается. Я вам говорила, обращаем внимание на консолидационный уровень поддержки уровень 1.31.60, выше него покупки. Итак, если вы рискнули, допустим, открыть покупочки сразу с понедельника, моменте вы были в просадке. Но если бы вы подписались на мой закрытый телеграм-канал вип-мария кухта, вы бы увидели, где я дала торговый сигнал в лох. А это вторник, 25 июля. Давайте смотреть. Давайте смотреть на торговую рекомендацию, ребят, по used to cut из моего закрытого канала. Вот, пожалуйста, 25 июля, закрытый канал вип-мария кухта, сигнал used to cut long, куда ставим стоп-лосс по 1.31.25. Покупочка с текущих, с целью на обновление этих максимумов и выше. Посмотрите, вот это торговый сигнал. То есть я не лонговала с понедельника, да, я подождала откатную дневку, я увидела точку входа, поэтому если вы желаете также торговать по хорошим ценам, по хорошим формациям, по моим каким-то подтверждающим сигналам, вы можете ко мне в любое время присоединиться, подписавшись на мой закрытый телеграм-канал вип-мария кухта. Итак, нефть, смотрите, прошу прощения, used to cut. Смотрите, значит, вторник, 25 июля, выше поддержки, как я и говорила, 1.31.60. Откатная ценовая зона поддержки, на которую я обращала ваше внимание, которая была актуальна, которая подтверждала один из элементов самодостаточного лонгового паттерна, о котором я неоднократно, ребят, вам говорила, что здесь есть лонговый паттерн самодостаточный по used to cut. И торговая идея, торговый сигнал в закрытом канале на покупку. Значит, что мы делаем? Мы растем в моменте, и среда 26 июля показывает в моменте неплохой профит. Я стоп-лот перевожу в безубыток в закрытом канале, и здесь меня выносят по локальному безубытку. Но это мне не помешало в четверг, 27 июля, дать ребятам своим перезалонг по данному инструменту. Давайте посмотрим этот сигнал. Значит, по used to cut сейчас покажу. Следующий сигнал, который был после того, как предыдущая торговая идея закрыта была по безубытку. Вот сигнал 27 июля. Значит, перезаход на покупочку. После того, как вынесла по безубытку, еще раз перезошла на покупку и говорила своим ребятам о том, что у нас отмены лонгового сценария нет. У нас лонги подтверждаются. Все это было в среду, как вы видите, 27 июля. И все это было, прошу прощения, в четверг, 27 июля. И все это было подкреплено также публичной идеей на покупку used to cut, которую вы получили на прошлых выходных, это первое. И которые вы получили еще в среду, 26 июля, в виде апдейта. Да, я сделала вот торговые идеи, used to cut, used to chief и анализ форекс. Я здесь тоже вам рекомендовала покупать валютную пару доллар против канадского доллара. Сам видите, как мы отработались, как мы эти лонги шикарно отработали, как мы заработали в закрытом канале, как вы могли заработать, если вы просто посмотрели мои публичные видео. То есть вам, в принципе, ничего не нужно было делать, просто посмотреть видео, открыть лонги и на этом заработать. Ну, видите, мое понимание рынка, видите, мой подход к анализу, видите, отработку моих торговых идей. Все это не постфактум, все это публично, ребят, и все это подтверждено, как моим анализом. Ну, конечно же, я все основные элементы своего анализа как бы публично не рассказываю, да, я это все уже рассказываю на индивидуальных курсах обучения, но тем не менее анализ, он подтвержден моей авторской торговой стратегией защитный трейдинг, я понимаю, о чем я говорю, мои ученики понимают, о чем я говорю, и, соответственно, все торговые идеи, все торговые формации я для вас отбираю по своим паттернам. То есть не просто там хочу купил, хочу продал, хочу что-то еще увидел, да, а когда уже есть торговая формация. Если ничего нет, этот инструмент я советую не трогать. То есть есть торговая формация, пожалуйста, я вам об этом говорю, и вы можете ею воспользоваться и на этом заработать. Ну, еще раз, если вот публично, да, я рекомендацию на покупочку дала после закрытия пятницы, да, то в закрытом канале я подождала хорошую точку входа, я подождала подтверждающие элементы локальные, и вот покупка в закрытом канале. Там, где был паттерн, там, где была формация уже, там, где была хорошая покупка, хорошая ценовая, имею в виду покупка защищенная, хорошая точка входа, и в моменте отработка у нас уже произошла. Поэтому юсдукат отлично отработал мой публичный прогноз в лонг. Ребят, следующая торговая идея, которая была публичная на прошлых выходных для вас, это торговая идея на покупочку, на покупочку фондового индекса DAX 40. Ребят, что по DAX? Ну, на самом деле, по DAX у меня произошла немножечко такая ситуация печальная, но, тем не менее, тем не менее, это трейдинг, это рынок, возможны все варианты, возможны все варианты развития событий, возможны какие-то выносы, да, по инструментам, что случилось с фондовым индексом DAX 40. Значит, я вам советовала после закрытия пятницы 21 июля покупать с понедельником DAX. Лонговая информация здесь была, защитное лонговое движение, подтверждение в виде локального лонгового элемента, как консолидация с поджателем наверх, то есть это один из подтверждающих элементов, которые позволяют подтвердить потенциально защитный импульс наверх в данном случае, да, и увидеть дальнейшее продолжение роста. Но локально мы выросли, видите, мы начали свой рост в понедельник, дальше вторник локальный максимум, чуть-чуть среда выросли, и в среду в моменте вот что мы сделали, то есть мы вынесли всех пассажиров, которые торговали с короткими стопами по DAX, в том числе и меня, потому что я в закрытом канале ребятам давала торговую идею на упаковочку по DAX, ну давайте я уже вам покажу это все в третьем блоке, да, ну а тем не менее, я знаю, что некоторые ребята, мои ученики, перезашли на покупку, если вы либо тоже воспользовались моей рекомендацией и либо перезашли в лонг, либо удерживали покупки с более длинными стопами, в таком случае вы сейчас на момент закрытия прошлой торговой недели в шикарном профите по лонгам, по фондовому индексу DAX 40. Почему? Потому что публичный лонг после закрытия пятницы, то есть понедельник покупка, и посмотрите, где у нас закрывается пятница на прошлой торговой неделе. Замечательная отработка моей публичной торговой рекомендации в лонг, которую вы получили на прошлых выходных. Вот так работают паттерны, вот так работают формации, по DAX на самом деле очень хороший сильный паттерн был, да он из себя в принципе отработал. Мы, как я и прогнозировала, пробили максимумы предыдущие, максимумы месяца июня и дальше смотримся наверх. Поэтому если вы удерживаете покупочки, которые я рекомендовала вам торговать публично, замечательно, можете стоп переведить без убыток и часть позиций фиксировать и ожидать продолжения роста, потому что DAX у нас в тренде. DAX у нас дальше продолжает свою трендовую, долгосрочную, восходящую перспективу. Так, и еще одна торговая идея для вас публичная, которая была на прошлой торговой неделе, и это натуральный газ. Сейчас, ребят, давайте натуральный газ посмотрим. Смотрите, значит, натуральный газ, и это та ситуация, которая у нас сейчас происходит, да, с фондовыми индексами. Почему? Потому что я уже вам публично рекомендую чуть повыше торговать покупки по натуральному газу. Рекомендовала, вернее, на прошлых выходных, да, но в закрытом канале я торговый сигнал давала еще ранее, то есть вот этот импульс, который произошел у нас в четверг, 20 июля. На этом импульсе я уже в закрытом канале заработала. И что у нас сейчас по натуральному газу, это выход по безубытку в закрытом канале. Я вам сейчас все это покажу. Значит, поэтому, если вы желаете получать от меня торговые идеи, актуальные, с точками входа, с сопровождением, с ценовыми уровнями стопов, с теми необходимыми моментами информационными, я имею в виду, когда частично фиксировать, когда выходить с позиции, когда удерживать позицию, когда произошла обмена сценария и так дальше. То есть все эти моменты, ребят, в закрытом канале. Мои подписчики закрытого канала могут написать в любой момент мне в личку, задать вопрос по инструментам. Я всегда вовремя отвечаю. То есть это прерогатива подписчиков закрытого канала. А также я регулярно делаю апдейты своих рекомендаций, как публичных, так и тех, которые я даю в закрытом канале. Поэтому мои ребята в курсе основных изменений, если эти изменения есть. А по натуральному газу они, в принципе, и произошли. Поэтому натуральный газ у нас в закрытом канале, выход по безубытку. Давайте я вам сейчас покажу этот момент. Так, значит, в пятницу, в пятницу 28 июля я написала о том, что натуральный газ, выходим с покупки в ноль. Вчера показали импульс вниз. Если это коррекция, то нужно перекрывать для того, чтобы дальше покупать инструмент. Посмотрите, где была покупка, где я зафиксировала позицию. Давайте посмотрим сигнал, чтобы вы убедились по натуральному газу. Вот она покупка, видите? То есть вот это уже движение, которое было после, я уже забирала в закрытом канале. Да, я рассчитывала на хороший рост, то есть какой-то импульс наверх, на перехай. Но пока этого не случилось. Как я всегда говорю, нужно быть динамичным на рынке, ребят. Вот, поэтому динамичность анализа – это основной принцип моего анализа рынка. Что сейчас по данному инструменту? Сейчас ничего, сейчас не торговая картинка, но лонговать нельзя, потому что есть давление вниз, которое подтвердилось в пятницу в виде внутренней дневочки. Локальное давление вниз, но и шортить тоже нельзя, потому что нет шартовой пока защиты. Поэтому вне рынка мы вышли по безубытку. И идея пока с какой-то более длительной перспективой, среднесрочной, она пока не сработала. Но дальше буду смотреть. Если увижу какую-то хорошую локальную точку входа, обязательно проинформирую своих подписчиков закрытого канала. Поэтому если желаете узнавать всегда актуальную информацию по основным финансовым инструментам, в том числе и по натуральному газу, ребята, подписывайтесь на мой закрытый телеграм-канал «Вибмария Кухта» и будьте всегда в курсе основных изменений, которые происходят по инструментам. Так, значит, в принципе все. Это с тех торговых идей, которые были публичные на прошлых выходных. Бренд «Юз Декад», «Дакс Натуральный Газ» прошли, ребята. Но еще, кроме этого, как я уже и говорила, сегодня неоднократно были еще торговые идеи для вас. 26 июля, в среду, перед решением по процентной ставке ФРС. «Юз Декад», «Юз Дечиф», плюс анализ Форекс. Здесь я добавила евро, австралийский доллар и новозландский доллар на продажу. Шикарные отработки. По австралийцу еще плюс сигнал в закрытом канале. «Юз Декад», сигнал в закрытом канале. Ребята, на самом деле отлично рынки себя отработали. Давайте вкратце пробежимся по рынкам, по этим инструментам. И я вам покажу, я вам покажу свое, свои торговые и публичные идеи, как они отработаются. Посмотрите, евро-доллар, среда, 26 июля. Это было уже под конец, под конец дня. Я имею в виду примерно 19.00 GMT плюс 3, когда я записывала обзор свой. Я рекомендовала шортить евро ниже сопротивление в районе 1.11, чуть ниже. У нас был локальный максимум среды, но тем не менее шорты, направление шортовое. Я говорила о том, что хорошей точки входа нет, но если вы ранее торговали данный инструмент, либо если же вам интересно мое мнение по данному инструменту, то я озвучила, что дальше рекомендую работать на продажу. И евро-доллар у нас смотрится вниз. Посмотрите, как оно отлично отработало продажи. Замечательный шорт, закономерный шорт. Никаких предпосылок для лонгу перекрытия здесь не было. Никаких предпосылок для того, чтобы видеть дальнейшее продолжение роста у нас не было. Это я все озвучила в своем обзоре публичном. 26 июля. Use the cut, use the chief. Ребята, вот здесь плюс анализ Forex. Посмотрите видео, если еще не смотрели. Все с позиции моей авторской торговой стратегии защитный трейдинг. Весь мой анализ полностью я провела по своей стратегии. Use the chief. Давайте посмотрим, потому что канадский доллар мы уже рассматривали в первом блоке. Прошу прощения, во втором блоке, когда смотрели предыдущую торговую идею из прошлых выходных. И доллар-франк. Давайте посмотрим. Значит, доллар-франк. Смотрите, импульс наверх. Да, мы чуть-чуть здесь вынесли откатную зону 0.8595, но тем не менее перекрытие лонговой. И видите, уже пятница локальный максимум у нас по доллар-франку. То есть я не ошиблась с анализом. Я действительно правильно спрогнозировала направление по данному инструменту. У нас здесь есть локальный паттерн по доллар-франку, поэтому лонговый я имею в виду. Поэтому доллар-франк тоже неплохо отработал мой прогноз на покупку. А вот новозеландский доллар и австралийский доллар, на самом деле продажи отлично пошли. По NZD и USD у нас сопротивление 0.6230, о котором я говорила. Здесь чуть-чуть вынесли данную ценовую зону. Но тем не менее у нас четверг и пятница показали замечательные закономерные движения вниз по новозеландскому доллару. Пятница, отличный импульс вниз. Отличная отработка. Если вы шортили по моим публичным идеям, вы могли быть в профите отлично. И австралиец. А вот австралиец, это еще один сигнал дополнительный в моем закрытом канале, ребята получили. На самом деле австралиец очень хорошо шорты отработал. Я рекомендовала шортить ниже сопротивления 0.6795-0.68. Ценовая зона сопротивления после максимума коррекционного роста. Здесь было шортовое перекрытие. И уже вот среду 26 июля я говорила ниже этой ценовой зоны, ребят, шорты. Где точка входа? И это все в закрытом канале, ребят. Точки входа по инструментам хорошие, уже подтвержденные. Формации как дневные, так и плюс локальные. Все это в комплексе, и это в закрытом канале. Австралийский доллар, торговый сигнал в шорт, который подписчики получили у меня 27 июля. В четверг, давайте посмотрим этот торговый сигнал. Вот четверг, 27 июля, out use the short. Видите, где был австралиец, куда ставить стоп-лосс, показала. Вот торговая идея в закрытом канале. И смотрите, что сделал австралийский доллар. Я уже полностью в пятницу зафиксировала продажи, потому что у нас впереди были выходные. Да, и отработка шикарная. У нас получилось фактически 4 к 1 здесь забрать. Поэтому отличные импульсы и шикарный себе паттерн отработал. Пока продолжаем сидеть из валютного рынка в покупочке use the cut. Австралиец зафиксировала. Видите, ребят, публичные мои торговые рекомендации. Не постфактум. Все для вас. Для вас специальный обзор записала, для того, чтобы вы тоже могли воспользоваться этими идеями. Но еще раз, в обзоре я определяю общую картину. Не точку входа конкретно, а общую картину. Где точка входа, это все в закрытом канале. Поэтому желайте получать хорошие точки входа по хорошим ценам. Где выставлять стопы, я показываю. Как сопровождать позицию. Я все это веду в свою позицию. Постоянно сопровождаю все свои торговые идеи. Говорю, когда нужно фиксировать. Когда у нас произошла отмена сценария. Когда у нас сценарий актуален. То есть все эти моменты я рассказываю и показываю своим подписчикам в закрытом телеграм-канале VIP Мария Кухта. А вот теперь давайте переходить к третьему блоку и смотреть, какие же торговые идеи получали подписчики моего закрытого телеграм-канала VIP Мария Кухта на прошлой торговой неделе. Ребят, прошлая торговая неделя у нас открывается. Давайте посмотрим. 24 июля. Это понедельник. И давайте смотреть, что происходит в моем канале закрытом. Начиная с понедельника прошлой торговой недели. Вот это сигнал DAX Long. Сигнал на покупку. Который, я уже говорила, что он закрыт по стопу. В силу того, что локально в моменте DAX сделал вынос. Но, тем не менее, идея себя отработала. И публичная идея, и идея закрытого канала. Вот смотрите, допустим, DAX. Ситуация по DAX, да. Вот отработка. Видите, какая. Ну, вот этой шпилькой меня в закрытом канале вынесло. Тем не менее, мы отработались, и некоторые мои ребята, мои ученики, некоторые перекупили данный фондовый индекс и на покупочке заработали. Дальше. Сигнал Dogecoin. Сопровождение. Как растет инструмент. Где покупала. Вот это пошло движение наверх, импульсное. Можете посмотреть. Вот сигнал сам. Покупочка. Куда стоплос выставлять. Продолжаем удерживать сейчас Dogecoin. На самом деле, дождь отлично растет и дальше. 50% позиции у нас в рынке. Мы чуть позже зафиксировали 50%. Стоп без убытки. Сейчас вам покажу все. Сопровождение нефти. Смотрите. Можно фиксировать 30% позиции на покупку. Стоп перевести в без убыток. Это все. Понедельник, 24 июля. Дальше. Моя работа. В закрытом канале. Сигнал Nikkei. Ребят, я Nikkei еще ранее давала своим подписчикам. Ну, вышла в ноль. По Nikkei. Потом вам покажу. То есть мы удерживали. И в среду перед новостями по процентной ставке ФРС я решила зафиксироваться по Nikkei. Ну, фактически по цене открытия. И только уже потом, в пятницу, переоткрыла покупочку. Так. Сопровождение DAX. Видите, каким образом я делаю сопровождение торговых позиций Nikkei. Удерживаем покупку. А вот сигнал USDCAD. Тот, о чем я вам говорила. Покупка по USDCAD. Смотрите. Так. Покупочка открыта, как вы видите, еще во вторник. Да. 25 июля. Рекомендация на покупку. А вот дочь. Где мы зафиксировали 50% позиции на покупочку? Стоп. Без убытки. Смотрите. Покупка. Фиксация 50%. Когда пошел хороший импульс. То есть я жду отработки паттерна. Я понимаю, что, ну, во-первых, нужно взять хорошее соотношение какое-то по инструменту. И, во-вторых, я жду отработки в виде импульсного движения. Вот тогда я уже рекомендую фиксироваться частично. И стоп-лосперед здесь без убыток. Что произошло у нас с дочь? Шиба. Кстати, здесь я написала, что держится. У нас стоп не вынесли. Сейчас по шибе я вам покажу сигнал в лонг. И потом покажу по шибе, как у нас лично шиба выстрелила, на самом деле, в пятницу. Я уже зафиксировала часть позиции. Видите, куда я стоп поставила? Правильный. За откатные дневочки. Значит, и вот сопровождение шибы. Что еще дальше смотрим наверх. Ну, это по натуральному газу сопровождение. Значит, DAX удержим покупку. Сигнал USDCAD удержим покупку. Сопровождение по фьючерсам. Значит, на долгосрочные казначейские облигации сделала. Update. Но написала о том, что мы в локальном зажатии вниз. Инструмент еще на этапе коррекционного снижения. Пошли на набор позиций. Нужно перекрывать для того, чтобы дальше лонговать данный инструмент. И эту информацию я написала в закрытом канале для своих подписчиков. Нефть. Значит, вот частичная фиксация. 30%. Видите, где я по нефти зафиксировала? Вот где была покупка. Я вам эту покупку еще ранее показывала. Торговый сигнал. Фиксация. Стоп. Без убытки. И сопровождение. Катон. Ребят, среднесрочный трейдинг. Посмотрите, что сделал Катон. Где была покупка и где фиксация. По Катону я вам показывала еще в среду. Кто желает более подробно посмотреть по Катону. Вот здесь в последнем моем видеообзоре. Там, где торговые идеи. Юздокат, Юздочиев плюс анализ Форекс. Плюс разбор среднесрочных моих торговых идей. Там же и есть Катон. Можете посмотреть. Разбор по Катону. По этому инструменту я делала. Показывала и торговые сигналы, сопровождение и так дальше. Так. Голд. То, что мы среднесрочно удерживаем. Смотрите, где покупка. Частичная фиксация. И продолжаем удерживать золото. Но золото сейчас пошло на коррекцию. Пока оно в давлении вниз. Пока удерживаем ту часть позиции, которая осталась. Это 40% в рынке. И продолжаем удерживать сделку стоп-лосса без убытки. Это анализ по DAX. Кстати, этот анализ я продублировала чуть позже уже. В открытый канал. Свой Мария Кухтотрейдер в Телеграме. Вы тоже видели и могли прочесть вот эту информацию. Мой разбор DAX. Юс Декат. Сопровождение. Дальше. По франку. Вот у меня был сигнал лунг. Доллар-франк. Но этот сигнал закрыт по стопу. Потому что доллар-франк чуть более глубокое. Такое, скажем, движение сделали до набора торговой позиции. Но, тем не менее, я определила направление правильно по доллар-франку. И весь, как закрылась у нас девочка четверга. То есть направление правильное, но локальная идея оказалась стоповой. Тем не менее, мы эти стопы отбили на следующих идеях. Я имею в виду по валютному рынку, а также по другим рынкам. Вот, допустим, U&P. Это фондовый рынок, акция U&P. Среднесрочный трейдинг. Посмотрите, что сделала U&P. Где я зафиксировала оставшиеся 50% позиции на покупку. И где был лунг. Этот разбор я тоже сделала в последнем своем видеообзоре, который вышел в среду. 26 июля посмотрите на моем YouTube-канале Mariko Trader. Кому интересно. По U&P, по Катону там делала разборы. Так, U&P, вот этот первый вход. Тот, что вышел по безубытку. И второй сигнал, второй вход на покупку. Посмотрите, где. Видите? Сигнал в лунг, который сейчас у нас плюсует, который сейчас у нас висит в рынке. По U&P, давайте посмотрим. Вот этот сигнал. Смотрите, видите, мы еще висим в рынке покупки. Пока стоп в безубыток не переводила. Не вижу пока смысла. Удерживаем лунги. Так, Nikkei. Так, это сопровождение. Потом по DAX написала информацию. Таким образом я работаю в закрытом канале. Австралийский доллар, шорт, торговый сигнал. Это что я вам показывала. Дальше сопровождение по австралийцу. И вот у нас пятница. Фиксация австралийского доллара. Полностью. Видите, где зафиксировала. Вернее, здесь я зафиксировала еще 30% позиции. Оставшиеся 40% без убытки. Но я потом чуть позже еще и 40% оставшиеся зафиксировала. Вот по натуральному газу я написала, что выходим с покупок в ноль. То есть пока идея среднесрочная не сработала. Сигнал по Nikkei, который получили подписчики от меня в пятницу. Она прошла торговая неделя в лонг. И сейчас мы уже в хорошем плюсе. В пятницу у нас отличный импульс наверх. Так, а вот австралийец. Видите, где я зафиксировала уже полностью позицию в шорт. Когда прошел этот импульс вниз, отличный в пятницу. NASDAQ. Торговая идея в лонг. Тоже пятница. Видите, время 10.20 GMT плюс 3. Так, сопровождение по USDCAD. Торговая идея, торговый сигнал в лонг по эфиру. Сигнал удерживаем, сигнал актуален. Если вы сейчас смотрите это видео, потому что в субботу я это видео опубликую на своем YouTube-канале, Мрико Трейдер. Ребята, можете воспользоваться. Можете открыть слонги по криптовалюте. Это эфир. Потому что у нас в закрытом канале вот сигнал по эфиру. Так, шиба. Посмотрите, как сейчас я вам покажу. Шиба как хорошо выстрелила. Так, и сигнал по BNB в лонг. Еще в закрытом канале есть. Нет, сопровождение NASDAQ. Сопровождение Nikkei. А вот шиба. Видите, где я зафиксировала на покупку 50%. Давайте посмотрим сигнал. Сам сигнал у шиба. Вот он. Торговый паттерн отличный, лонговый, защищенный, подтвержденный. Все эти моменты я учитываю, когда даю торговые сигналы, когда сопровождаю свои торговые позиции, когда ребятам рекомендую торговать, либо же, когда нужно быть вне рынка, тоже эти моменты. Я пишу все в закрытом канале. Поэтому, друзья, кому интересно, если желаете подписаться на мой закрытый канал VIP Мария Кухта и также получать от меня торговые идеи с сопровождением, с апдейтами, пишите мне в личку, все мои контакты есть под видео. Желательно пишите в телеграме собака Мария Кухта. Контакты эти есть под данным видео, поэтому ничего искать не нужно. Просто напишите мне в личку и получите ответ на свой вопрос касательно подписки либо же касательно обучения. А теперь, ребят, еще по поводу обучения в двух словах хочу сказать. Значит, обучение у меня проходит в индивидуальном формате. Каким образом я работаю с вами? Значит, у нас 8 занятий индивидуальных, которыми не заканчивается наша с вами работа. То есть мы продолжаем дальше с вами работать еще на протяжении полгода в виде переписки в телеграмме индивидуальной. Если есть какие-то вопросы по инструментам, вы мне в личку пишете, задаете. Отвечаю. Я оставляю вас в своем закрытом телеграм-канале Мария Кухта. Вы видите мои сигналы, мое сопровождение, мое понимание рынка, мой анализ. Все это вы видите в закрытом моем телеграм-канале, потому что вы еще полгода с начала обучения остаетесь в моем закрытом канале сигналов. И это большой плюс. Почему? Потому что вы можете не только практиковать те знания, которые получатся на курсах обучения от меня, но и видеть от меня торговые идеи, их торговать, а также видеть мое понимание рынка и убедиться в том, что действительно система работает, действительно стратегия работает, стратегия рабочая. И, скажем, понимание мое рынка и отработка торговых идей вы сами можете видеть в моем закрытом канале сигналов. Да и, в принципе, их использовать для своей торговли и для своего заработка. Так, и еще вы спрашивали, был вопрос, ребят, я вспомнила, что был вопрос еще по фьючерсам на долгосрочные казначейские облигации. Давайте посмотрим. Смотрите, я говорила о том, что сделаю разбор. Что хочу сказать здесь. Локальная картинка лонговая, она здесь, ну, ее мы сломили, да, она здесь поломалась вот этим импульсом движения вниз, которое было у нас 27 июля. То есть пока локальная картинка не актуальна, но при этом, посмотрите, крупная картина, такая более глобальная картина еще остается в силе. Мы пока удерживаем поддержку 12, вернее, 123-22. Ценовая зона поддержки в рамках защитного импульсного движения, которое было до этого. Вот этот лонговый импульс, и это сейчас актуальная защита. Первая коррекция, ну, вот эта была локальная, давайте назовем первая коррекция, она была перекрыта. Вторая коррекция была перекрыта. Сейчас у нас такая затяжная, пошла третья коррекция. Я думала, что вот это мы уже ее перекрыли, но нет, пока мы еще не перекрыли. Возможно, мы еще ушли на донабор торговой позиции до ключевой поддержки в районе 123 с копейками, которую я обозначила. Поэтому, что сейчас нужно для дальнейших покупок? Нужно свежие лонговые подтверждающие перекрытия, которые позволят дальше работать в лонг. То есть, если будет сейчас лонговое перекрытие, оно подтвердит актуальность вот этого движения локального, оно подтвердит актуальность локального лонгового паттерна, и таким образом у нас произойдет подтверждение вот этой всей крупной формации, и таким образом мы сможем с вами спрогнозировать среднесрочные покупки. Ну, я точно такой же анализ сделала по Катону, и Катон на самом деле хлопок, он на самом деле отлично уже себя отрабатывает. Там, в принципе, уже частично я зафиксировала позицию в закрытом канале, и публично вам рекомендовала Катон покупать на своих прошлых видеообзорах. Поэтому Катон у нас на самом деле отлично просто отработал лонги. По такому сценарию анализ сделала. Я, кстати, с учениками разбираю этот момент на курсах обучения, говорю, как нужно искать среднесрочные паттерны, среднесрочные перспективы по инструментам, каким образом нужно торговать инструмент среднесрочный для того, чтобы увидеть какое-то подтверждение локальное и так дальше. Все эти моменты на индивидуальных курсах обучения рассказываю. Поэтому свое мнение по фичерсам на долгосрочной казначейской облигации я озвучила. Сейчас точки входа на покупку нет, нужно перекрывать, перекроем. Давайте буду следить, и если что, я вас проинформирую либо в своих обзорах, либо в своем открытом телеграм-канале «Мария Кухта Трейдер», сделаю пост по этому инструменту. Ребят, если есть вопросы, задавайте. Если есть вопросы по инструментам, по рынкам, задавайте, пишите стикер инструмента в комментариях, обязательно отвечу и рассмотрю те инструменты, которые вам интересны в своих следующих обзорах. Либо же отвечу в виде поста в своем открытом телеграм-канале «Мария Кухта Трейдер». Дальше. Хочу также напомнить о том, что вы можете подписаться на мои открытые ресурсы. Это YouTube-канал «Мария Кухта Трейдер». Это открытый телеграм-канал «Мария Кухта Трейдер». И, если интересно, подписка на закрытый канал сигналов «Вип Мария Кухта». Пишите для этого мне в личку. И курсы обучения индивидуальные тоже пишите в личку, если вам импонирует мой подход к анализу рынка, моя торговая стратегия, мой способ анализа и так дальше. Так, ребят, также хочу поблагодарить вас за ваши предыдущие комментарии, за ваши вопросы, отзывы, реакции. Для меня это очень ценно. Если сегодняшнее видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Значит, жду от вас свежих реакций, свежего фидбэка. Всем хорошего дня, ребята, прибыльной торговли. И до скорой встречи.